В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Аудику-5 арестована за долги. Более полутора миллионов рублей задолжал руководитель Саровской организации своим сотрудникам. В детской библиотеке НЛО стартовал очередной сезон проекта «Научная лаборатория открытий». «Танцует все» Саровский котельон стал частью большого проекта госкорпорации «Росатом». Далее расскажем обо всем подробно. Более двухсот нарушений требований трудового законодательства было выявлено городской прокуратурой за пять месяцев года в сфере оплаты труда сотрудников Саровских организаций. Руководители этих компаний привлечены к административной ответственности за несвоевременную выплату денег своим работникам. В отношении генерального директора одного из предприятий прокурорам было вынесено постановление по факту частичной невыплаты зарплаты, а следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Автомобиль генерального директора ООО Саровского управления строительства опечатан и стоит на стоянке в ОВД. Арест наложен в связи с тем, что на предприятие несколько месяцев полностью или частично не выплачивалась зарплата сотрудникам. Руководителю прокурорам были вынесены представления об устранении нарушений и частично долги были погашены. Кроме того, сотрудниками прокуратуры в интересах работников направлено заявление судообщей юрисдикции на вынесение судебных приказов на сумму более 2 миллионов рублей. На сегодняшний день все заявления удовлетворены, находятся службы судебных приставов на исполнение. Задерживать зарплату на предприятие начали в конце прошлого года. Сейчас долг перед сотрудниками составляет 1 миллион 600 тысяч рублей. Чтобы не допустить роста задолженности, руководство компании отправило сотрудников административной отпуска. Некоторые работники уволились. Директор ищет средства на выплату долгов. Мониторинг осуществляется прокуратурой ЗАТО Саров на постоянной основе. Контроль за погашением задолженности организован должным образом и будет осуществляться до той поры, пока руководитель полностью не погасит образовавшуюся задолженность. Пока идет расследование уголовного дела и не будет погашен долг перед сотрудниками, автомобиль гендиректору ООО Саровского управления строительства не вернут. 8 июня свой праздник отмечают социальные работники. Эта профессия объединяет специалистов, на чьих плечах лежит ответственная миссия – помощь и поддержка незащищенных слоев общества. В нашем городе работает три учреждения социальной сферы. Порядка 212 сотрудников работают с пенсионерами, семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и другими категориями горожан. Посетители Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с уверенностью могут сказать, что на пенсии жизнь только начинается. Творческие мастер-классы, клубы по интересам, культурные программы, подготовленные сотрудниками отделения с дневным пребыванием, помогают бабушкам и дедушкам даже в солидном возрасте открыть в себе новые таланты и в очередной раз почувствовать вкус к жизни. Немаловажное направление работы отделения – медицинское сопровождение. Ведут прием у нас врач-терапевт и врач-физиотерапевт. Терапевт назначает такие процедуры, как внутривенно-капельные, внутримышечные инъекции. Физиотерапевтический блок довольно-таки разнообразен. И стараемся разнообразить его теми методами, которые высокоэффективны и малозатратны. Покупкой продуктов, приготовлением пищи и другими бытовыми заботами пенсионеров и инвалидов социальные работники занимаются на дому. За один рабочий день специалист успевает уделить время четырем подопечным. Наша задача – прийти, накормить, напоить, обработать, поддержать. Не только физически, но и эмоционально, психологически стали уже родными и близкими людьми для многих наших клиентов. В канун профессионального праздника в адрес тех, кто выбрал свои миссии и помощь людям, звучали слова поздравления и благодарности. Сегодня в базе управления социальной защиты более 58 тысяч саровчан. А это значит, что больше половины всего населения города хоть раз обращались за социальной помощью. Не так много, наверное, профессий, не так много вот такой деятельности профессиональной, в которой результат виден сразу. Вот вам в этом отношении, я считаю, повезло. Если вы делаете, вы сразу видите, что вот, ну вот, людям становится легче, им становится лучше. За многолетний добросовестный труд и профессиональные успехи сотрудникам учреждений социальной сферы вручили грамоты и благодарственные письма от министра социальной политики региона, главы города и администрации. С 1 июля вступит в силу указ президента Российской Федерации о ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами детства первой группы. В связи с этим размер пенсии составит 10 тысяч рублей. Выплата положена родителям или усыновителям, а также опекунам, либо попечителям, которые не работают в связи с уходом за ребенком-инвалидом. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Акция пройдет 12 июня в Парке культуры и отдыха имени Зернова с 16 до 19 часов. 8 июня в Мордовском заповеднике по адресу Темниковский район и поселок Пушта состоится первый фестиваль народных промыслов «Верень-арт». Участниками фестиваля станут мастера, ремесленники, художники, музыканты, возрождающие народные традиции республики. Взрослых и детей ждут интерактивные игры, национальные песни и квесты. Гости смогут посетить не только творческие площадки, но и экскурсионные объекты Мордовского заповедника. Вход свободный, начало в 11 часов, без возрастных ограничений. В детской библиотеке имени Пушкина опять НЛО. В летние каникулы юных читателей приглашают стать участниками проекта «Научная лаборатория открытий». Очередной сезон стартовал накануне празднования 220-летия Великого классика. Ребята вместе с сотрудниками библиотеки провели читательское расследование под названием «Пять шагов к Пушкину». Готовиться к научной лаборатории открытий сотрудники библиотеки имени Пушкина начали еще с Нового года. Уже тогда они решили, что проект откроет читательское расследование «Пять шагов к Пушкину». Мероприятие приурочили к 220-летию Великого поэта. Это юбилейный год для Александра Сергеевича. Наша библиотека носит его имя. Конечно, это закономерно, что сегодня мы будем делать открытия, связанные с именем этого великого человека. Мы поговорим о том, что Александр Сергеевич любил на самом деле очень простую пищу. Мы попробуем рассказать им, какую роль в их жизни сыграли близкие люди. Мы попробуем поговорить с ними о том, как математика связана с Александром Сергеевичем Пушкиным. Проект НЛО в Сарове проводится в четвертый раз. Здесь дети открывают для себя много интересного и захватывающего. Узнают об истории родного края, о великих праздниках, знакомятся с новыми для них профессиями. Некоторые ребята принимают участие в научной лаборатории открытий с самого начала ее создания. Сюда я хожу, потому что мне нравится, здесь интересно. А еще здесь можно найти и старых друзей, и новых. Тут рассказывают новые и интересные факты, и самые разные вещи. Еще и сам можешь рассказать какие-нибудь факты, которые знаешь. Библиотека имени Пушкина приглашает всех желающих на следующую встречу, которая состоится 19 июня в 14.00. Организаторы подготовят для гостей программу «Чудесное путешествие зонтика». Юная пианистка из нашего города сыграла в московском концертном зале имени Прокофьева. Ученица детской школы искусств выступила на международном конкурсе музыкантов-исполнителей и педагогов техника и стиль. В фестивале приняли участие делегации из России, Прибалтики, Украины и Грузии. Саровчанка успешно выступила и завоевала звание лауреата первой степени. Музыкальные способности в своей ученице Оксана Александровна разглядела еще на подготовительном отделении. Тогда маленькая Соня покорила педагога своей собранностью и целеустремленностью. В творческом тандеме преподавателю юной пианистки удалось добиться результатов. У нас очень хорошее с ней отношение. Мы понимаем друг друга, так как я с ней работаю с пяти лет. Я знаю, как же ее музыкальная клеточка, и знаю, когда она начинает лениться, на какую кнопочку нажать. Два года на отделении раннего эстетического развития и четыре класса на отделении фортепиано. За это время София Демидова успела выступить на десяти творческих конкурсах. Последний международный фестиваль техника и стиль проходил в Москве. Ученица детской школы искусств посчастливилась сыграть в концертном зале имени Сергея Прокофьева. Мы выбрали программное произведение, которое ей очень нравилось. И нам очень повезло, что там был потрясающий рояль стендвей, на котором звучало очень красиво все. И она играла свободно уже как мастер, это приятно. На международном фестивале в Москве Соня завоевала звание лауреата первой степени. Выступать перед публикой волнительно, признается юная пианистка. Но возможность сыграть в большом концертном зале бесспорно достижение для исполнителя. Мне нравится в этом инструменте то, что он большой, потому что необычный. В нем есть что посмотреть, есть что узнать. У фортепиано древняя история. По итогу международного фестиваля София Демидова получила приглашение на конкурс в Болгарию. Саровский Котельон возвращается. Проект Центра внешкольной работы и молодежного объединения «Армир» стал финалистом конкурса госкорпорации «Росатом» по разработке и реализации социально значимых программ. До сентября в городах участниках пройдут мастер-классы и конкурс исторических костюмов. Победители соберутся в Сарове в октябре для участия в Большом фестивале танцев эпохи русского романтизма. В октябре 2017 года Максим Добрых получил грант на реализацию проекта «Саровский Котельон». В течение полугода ребята шили костюмы и разучивали танцы XIX века. Кульминацией стал праздничный бал на Дне молодежи, в котором приняло участие более 50 человек. Проект настолько запомнился зрителю, что организаторы «Саровского Котельона» решили повторить задумку в обновленном формате. Так родилась живая история. Это, скажем так, апгрейд уже «Саровского Котельона». То есть, это вторая версия его, чтобы люди больше знали об исторических танцах. То есть, в этом проекте уже будет больше исторической справки, больше направленности, больше мы будем вкладывать усилия именно в танцы определенных эпох. В этом году организаторы пригласили к участию в проекте представителей городов присутствие госкорпорации «Росатом». Любителям исторической хореографии предстоит выучить несколько танцев, популярных в 19-м столетии – «Варшавянку», «Мазурку», «Кадриль», «Польку» и «Контраданс». Люди должны будут выучить танцы эти, технику этих танцев. То есть, в Европе в это время танцевали по одной технике, в Российской империи на этот же момент танцевали по другой технике. А должны будут пошлить себе костюмы именно этого периода и представить перед нами, показать, чему они научились. И мы уже с нашими знаниями будем их оценивать. Финал проекта «Живая история» пройдет в конце октября. Чтобы принять в нем участие, достаточно позвонить по телефону 8 996 016 98 31 или прийти в клуб здоровья. Подробнее о проекте «Живая история» его авторы расскажут на Дне молодежи 29 июня. Лакомство, которое лечит о чудодейственных свойствах меда, ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру. А мед свежего урожая сладкоежками ценится особо. Десятки его сортов можно не только приобрести, но и продегустировать во Дворце культуры и досуговнеев. На этой неделе там пройдет ярмарка «Медовая феерия». Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете во Дворце культуры и досуговнеев. 7 по 9 июня там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И, как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работой сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акации, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акации – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется, он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям, аллергию не вызывает. Конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает во Дворце культуры и Досуговнеев с 7 по 9 июня с 10 утра до 6 вечера. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!